Своё мастерство они каждый день совершенствуют на трассах, но продемонстрировать перед сотнями зрителей, да еще и на время испытания для самых-самых. В Набережных Чинах определили лучших водителей автомагистральных поездов. Конкурс профессионального мастерства среди дальнобойщиков прошел в минувшую субботу. В Автограде эти соревнования пятый год подряд собирают водителей большегрузов со всей России. Этот конкурс для многих водителей стал действительно проверкой на прочность. И не только машины и собственных знаний, но и для нервной системы. Посмотреть на битву монстров дорог заехал и президент Татарстана, отступив от запланированного графика посещения Набережных Челнов. Рустам Мениханов снимал зрелищное шоу на мобильный телефон, а побороться дальнобойщикам было за что. Первое место будет получить кубок и денежную премию 50 тысяч, второй 30, третий 20, а победители в командном кубке и будут подарки спонсоров. В этом году в конкурсе крупногабаритных фур приняло участие 40 человек. Челнинец Юрий Ишахов дальнобойщик с 25-летним стажем. Чтобы сделать все без ошибок, нужна концентрация, говорит он. Потому за рулем своего КАМАЗа все задания выполнял молча. Настроение нормальное, страха как такового нет. Задания, думаю, все по плечу будут лезть. На мокром асфальте ездить не так-то просто. По силам это казалось елобужаном. Быстрее и точнее всех заданиями справился Александр Белик. Он занял первое место в личном зачете. Ничего-нибудь сложного не было. Все нормально. Просто этот чуть-чуть ошибся на колее. Зацепил ее. С полученными деньгами я пойду отдыхать с ребятами. Елобужским дальнобойщикам не было равных и в командном зачете. И кубок мэра Набережной Челнов они увезли с собой. Шанс вернуть в город главный приз соревнования и звание сильнейших у челнинских водителей будет в следующем году. Эльвира Салахова, Андрей Буслаков. РНТВ. Набережная Челны.